Всем привет друзья, с вами Джонни и это 21 серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ коинов на проекте Аризона РП сервер Гилберт. Сегодня мы продолжим проходить квестовую линию из новогоднего обновления. Ну а перед началом я попрошу каждого из вас поставить лайк, ведь это мотивирует на выход новых серий. Ну а также друзья не забывайте, что скачать Аризону вы сможете по ссылочке в описании. При регистрации обязательно указывайте мой никнейм в поле пригласившего вас друга, ибо за это на пятом уровне вы автоматически получите 300 тысяч. И также первые две недели после нового года, те кто введут мой промокод решеточка стар, получат лично от меня дополнительные 2 миллиона бонусом. Все что нужно для этого это отписать мне вконтакте и предоставить скрин ввода промокода. Играю я если что на 16 сервере Гилберт. Этим все сказано, желаю вам наиприятнейшего просмотра. Но сперва прописываю команду слэш донат и мы видим, что у меня ровно 4999 АЗ коинов. Берем первое задание у Раймонда, для выполнения которого нужно найти с помощью локатора 5 подарков с бомбами и уничтожить их. Открываем инвентарь и видим такой вот предмет, нажимаем на кнопку use и у нас автоматически ставится метка к тем самым подаркам. Прибыл я на место первого подарка, нажимаем кнопку alt, далее нажимаем на области помеченной пунктированной линией, после чего открываем подарок и в случае если мы нашли динамит, нам нужно его обезвредить. Проделываем эти действия 5 раз, после чего наше задание выполнено и мы возвращаемся обратно к Раймонду, для того чтобы забрать награду и начать следующее задание, которое заключается в том, что нам нужно поговорить с добрым эльфом на главной площади и взять у него необходимое для нападения на логово злых эльфов. Подходим на площади к доброму эльфу, далее выслушиваем все то, что он нам хотел сказать, нам в инвентарь добавляется предмет спецоружия для злых эльфов, ну и в общем-то нужно отправиться в логово тех самых злых эльфов. Для того чтобы найти это логово, открываем инвентарь и после первого задания у нас будет такой вот предмет, план злых эльфов, используем его и у нас на карте ставится метка в их логово. Находится их логово рядом с автошколой, заходим внутрь и сразу же используем то самое специальное оружие для эльфов, ну и как вы понимаете, нам придется их всех усыпить и что самое главное, после того как мы их усыпили, подходим к ним и надеваем на них наручники. После того как мы надели наручники на всех эльфов, нам нужно будет открыть телефон и позвонить по номеру 911. После этого выходим из логова, ну и задание было выполнено, отправляемся обратно к Реймонду. Забираем нашу награду и начинаем следующее задание, которое заключается в том, что нам нужно поговорить с Ноланом и выполнить его задание. Задание Нолана довольно простое, суть заключается в том, что нам нужно пройти такую вот головоломку, и на самом деле без каких-либо подсказок, я думаю каждый из вас догадается как пройти эту головоломку. Задание было выполнено, возвращаемся к Реймонду и забираем нашу награду. Следующее задание заключается в том, что нам нужно отправиться в лес чудес и собрать там нужные ресурсы, после чего вернуться на главную площадь и в мастерской сделать сноуборд. На своем маверике я долетаю до того самого леса и здесь мы собираем по 5 единиц из 3 ресурсов. Ну и после того, как мы все это собрали, нам нужно отправиться обратно на главную площадь, зайти в мастерскую сноубордов и здесь в общем-то собрать сноуборд. После этого задание считается выполненным, возвращаемся к Реймонду, забираем нашу награду и начинаем следующее задание. Ну а заключается оно в том, что нам нужно поучаствовать 3 раза в мероприятии Снежная Лавина. Находится это мероприятие также на праздничной площади, проходит оно каждые 10 минут. Суть мероприятия в том, что у нас телепортируют на гору Чилиад и далее на сноуборде нам нужно спуститься вниз до самого финиша. За первое место в этом мероприятии я получил всего лишь 10 монет Санта-Клауса. Ну и в третий раз финиширую первым и задание в общем-то считается выполненным. Возвращаемся к Реймонду, забираю свою награду и начинаю следующее задание, которое заключается в том, что нам нужно отправиться на любой вокзал и сесть там в поезд, после чего следовать дальнейшим подсказкам. Отправился я значит на ЖД вокзал, на часах если что у меня было 1 час 25 минут ночи и наверное мне очень повезло, что нашелся машинист. Садимся в общем-то пассажиром и нас сразу же телепортируют в какую-то другую локацию, а именно к дому Санты-Клауса. По заданию нам нужно зайти внутрь его домика и поговорить с эльфом. У эльфа мы узнаем, что Санта потерял память и не может поздравить всех с Новым Годом, но есть один волшебный кристалл, который нам придется найти и отдать Санте. Далее поднимаемся на второй этаж и входим в волшебный портал. Ну и здесь друзья мы попадаем в такой вот лабиринт и сейчас я вам покажу как правильно его пройти. На экране если что вы видите картину, но в случае если вы затрудняетесь пройти лабиринт по этой картине и вы играете на моей сборке, можете воспользоваться камхаком. Нажимаете на сочетание клавиш С плюс 1, далее поднимаете камеру вверх и смотрите в общем-то где вы находитесь и куда вам нужно добраться. Но по идее проблем у вас никаких не должно возникнуть. Вот мы и нашли тот самый кристалл, забираем его, нас возвращает обратно в дом Санты Клауса, ну а далее отдаем этот кристалл Санте и задание можно считать выполненным. Возвращаемся к порталу и нас возвращают обратно к вокзалу. Далее приходим обратно к Реймонду и забираем нашу награду. Ну а также после этого задания мы получим от Санты мешок, который можно открывать 1 раз в 30 минут. Следующее задание заключается в том, что нам нужно 3 раза открыть этот мешок. Также самое время оплатить все налоги. На руках у меня 221 миллионов, но давайте проверим мои счета. Из зарплаты организации во время X4 Payday я заработал целых 11 миллионов. Ну а состояние депозита вы сами видите, чистые 49 мультов. Прямо сейчас я все это сниму. И на руках у меня уже 278 миллионов. Ну и также не забываем забирать ларцы организации. 16 штук были добавлены мне в инвентаре. Короче, открыл я последний мешок Санты Клауса. На этом задание можно завершить. Ну и как вы понимаете, мы прошли все квесты Реймонда. И остался по идее у нас последний квестовый персонаж по имени Крис. После выполнения заданий Реймонда на балансе у меня целых 5800 АЗ Коинов. А прямо сейчас вы видите победителя на розыгрыш из прошлой серии. Отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Ну а сегодня давайте разыграем 1000 АЗ Коинов. Неважно на каком сервере Аризоны. Для участия необходимо просто написать свой никнейм, поставить лайк под роликом, быть подписанным на канал и написать как можно больше комментариев. С вами был Джонни Стар. Всем до скорого. С вами был Джонни Стар.